Несколько недель назад в книжниках вышла новая книга, не новая, конечно, но наше новое полное издание книги Елены Ржевской «От дома до фронта». Елена Ржевская, знаменитая военная переводчица, которая в том числе участвовала в обнаружении останков Гитлера, написала об этом книгу «Берлин» 1945, общалась с маршалом Жуковым, участвовала в написании его работы 1965 года. В общем, легендарный человек написала книгу не о том, как было в 1945, а о том, как было в 1941, о том, как мирные люди вдруг проснулись в другую эпоху, проснулись в то время, которое разделит и их жизнь, и жизнь страны, и жизнь мира на до войны и после войны. Жуткий скрежет снижающихся кругами самолетов и летящие по снегу их тени, треск зенита где-то за сараями. Искаженное паникой лицо Оксаны Сергеевны «Ложись!» Но мы уже лежим, сбоку от меня боец бешено возится локтями, головой разгребает снег, втискивается поглубже. «Давай!» — хрипит он мне, «давай же!» — и закидывает себя снегом. Коим я снега летят и в меня, бьют по спине, попадают в голову. Смутно понимаю, что собаке гибну, и демаскирую его. Но не то что закапываться в снег, шевельнуться не в силах. Нестерпимый вой впивается в позвоночник. Взрыв! Над нами, живыми или мертвыми, проносится снежный вихрь. И только одно стучит в крови. Скорей, скорее же! Пусть конец, только не это ожидание. Грохот взрыва! Я как будто отплыла куда-то назад. В уши вроде набралась вода, и хочется вытряхнуть. «Лежать! Не шевелиться!» — доносится, как сквозь толстую завесу. И самолет слышу, словно издалека. Тупее поднимаю голову и вижу, как нелепо накренившись, Совсем снижившись, он проходит над нами, выискивая, кто тут живой. Мы, темные неподвижные пятна на снегу, ждем, замерев, содрогаясь. До чего же просто сейчас вот тут перестать быть? Мы выросли на рассказах об этих ужасах войны. Все свое детство я слышал от бабушки, от другой бабушки, как они не эвакуировались, а бежали под бомбами из Одессы, которая вот-вот должна была пасть. И как моего двухлетнего отца с трудом довезли до Алматы, в дороге он практически умер. Бабушка моей жены своего ребенка не довезла. Она отправлялась пешком в Николаев, и в дороге ребенок умер. Мать моя родилась уже в эвакуации. А тысячи, тысячи, среди которых были десятки и сотни наших родственников, и членов их семьи, и близких, остались и погибли. И я рос с этим ужасом войны, с ужасом воспоминания о бомбардировках. И, надо сказать, время от времени ставил себя на их место. А вот как бы я себя повел. И то, что в четверг утром, проснувшись, я узнал, что люди проснулись в городах в Одессе, в Киеве, в Харькове, и еще в десятках городах Украины от взрывов, от падающих где-то ракет, от разрыва бомб и так далее, это даже не доживю, это оматеризвавшийся кошмар. Да, многие скажут, ведь 8 лет уже где-то бомбят, 8 лет люди боятся взрывов. Вот в Донецке, в Луганске, так или иначе, все время проходили военные действия. Вообще, мы как-то поздно опомнились, говоря, надо же, война на пороге. Десятки тысяч людей уже погибли на этой войне. Но то, что было в 2014 году, и весь этот страшный разлом, который произошел в Украине, это прошло уже 8 лет, это дела давно минувших дней. И вся та вражда, те несомненные разрывы, которые произошли между людьми по разные стороны баррикад, между странами, это не то, что логическое продолжение этого. Это спираль насилия, которая должна была закончиться, из которой политики обязаны были выйти, не довести до того, что в четверг, в ночь со среды на четверг, люди проснулись от взрывов. Сейчас, когда я пишу этот пятый пункт, все только начинается. И очень хочется надеяться и верить, что это безумие закончится как можно скорее. И вместо того, чтобы бить себя пяткой в грудь и говорить о том, как не стыдно за то, что страна, гражданином которой я являюсь, напала на Украину, вместо того, чтобы выходить на демонстрации и так далее, я, конечно, могу сделать только то, что я умею. Призывать людей к успокоению, что ли, призывать людей к тому, чтобы не позволить себя в эту воронку ненависти затащить, не научиться ненавидеть так, как они учатся уже восемь лет. Этому должна быть поставлена какая-то защита, самозащита. Нельзя позволить себе разрушаться. Я не знаю, какие выходы есть из сложившейся ситуации. Конечно, все дошло уже слишком далеко. Украина объявила о разрыве отношений с Россией, что, в общем, довольно логично во время настоящей войны. Я не знаю, какие предложения должны быть сделаны России, для того, чтобы это было не умиротворением агрессора, а переговорным процессом, который заменит вой ракет. Но ни одна война в мире никогда не заканчивалась иначе. Все равно войны заканчиваются за талом переговоров. И поэтому совершенно неминуемо этот момент наступит. Очень важно, чтобы он наступил до того, как прольется кровь ни в чем не повинных тысяч людей. На дворе не даже 41-й год вооружения, которыми сегодня оперируют войска совершенно смертоносны, гораздо больше степени, чем это было во время войны. И сегодняшняя война, когда она ведется таким образом, каким ведется, это война устрашения. Настоящая война. Это война полного уничтожения. Война, после которого не останется камня на камне. И для того, чтобы этого не допустить, для того, чтобы перед этим кошмаром на этом пороге остановиться, конечно, требуется политическая воля. Требуется политическая воля руководителей разных стран, блоков и так далее. Но очень многое зависит от каждого, лично от меня. Это очень много и очень мало. Я не могу изменить глобальную ситуацию. Но в это безумное время сохранить разум, сохранить человеческие чувства, это то, что только и может быть противопоставлено войне. Потому что агрессия порождает агрессию. И этот круг кажется бесконечным. И только те люди, для которых мир, для которых чистое небо над головой, мирное небо над головой, это безусловная ценность, перед которой можно пойти на любые компромиссы, перед которой можно пойти на любые политические уступки. Только такие люди могут оценить войну. Нам остается молиться, молиться за то, чтобы не пострадали наши близкие, не пострадали наши друзья, не пострадали люди. И просить у Бога мирного неба над головой для всех нас. В первые же часы после того, как Российская Федерация признала ДНР и ЛНР, Европейский Союз в качестве санкций объявил о том, что ряд участников, по мнению европейских политиков, этого процесса будут санкционированы. В частности, не смогут приезжать в Европу, ввести в ней бизнес и так далее. Среди них оказался телеведущий Владимир Соловьев. Один из самых заметных пропагандистов на российском телевидении. И в эфире своего YouTube-шоу «Соловьев Live» он прокомментировал введение против него санкций Евросоюза, связав их со своей национальностью. Это что, в первый раз, когда цивилизованная Европа против евреев вводит санкции, в том числе против собственности? Уж чего-чего, а еврею не привыкать к такому отношению. То есть, эти наследники нацистской Германии вводят санкции против журналиста? Ну, естественно, они идут дороги к Гитлеру, у которого личным врагом был Левитан, заявил Соловьев. Тут от начала до конца, казалось бы, нечего комментировать. Должен сказать только, что очень лестное для Соловьева сравнение с Левитаном еще более неуместно, чем все остальное. Но, среди прочего, не могу не вспомнить Владимира Соловьева, окунающего в купель во время крещения. Мне кажется, что надо определиться. Неровно в тот момент, когда Европа санкционирует, надо вспоминать о том, что можно снять крестик. Так не бывает. Невозможно так долго и успешно спекулировать на своем этническом происхождении. Владимир Соловьев сделал очень много для того, чтобы по справедливости, по праву, не евреи его с собой особенно не ассоциировали, не его зритель не ассоциировал с его евреями, уж, конечно, не европейские политики ассоциировали его с евреями. Он не призывал захватить немедленно палестинские территории, не призвал разбомбить Иран и так далее. Вовсе не за это его санкционируют. Санкционируют его за участие в определенных действиях Российской Федерации. Санкционируют, несомненно, как пропагандиста самого истребинного толка российской политики. И он достаточно умен для того, чтобы понимать, что к его евреям не имеют никакого отношения. Поэтому налицо очевидная спекуляция. Впрочем, как спекуляция является очень многое в еврейской теме, в этом противостоянии. Нам есть что предъявить Украине. Но сейчас вовсе не тот час, когда мы это будем делать. И в любом случае, это Украина должна определяться со своим еврейским и антиеврейским прошлым. А не российские бомбардировки, не российская пропаганда. Поэтому сказать, что Владимир Соловьев санкционирован именно за то, что обвинял Украину в неонацизме или в маршах Бандеры, в день рождения Бандеры и так далее, будет не просто натяжкой, а еще раз повторю, несомненной спекуляцией. Мирного неба над головой. Всем, всем, всем. Шаббат, шалом, гуд шаббас.